Где денег взять? Решить главную городскую проблему можно не только развивая экономику, но и туризм, уверены чиновники. Живописная природа, древняя архитектура, сибирский колорит. За внимание путешественников Омск вполне бы мог побороться с Крымом, Сочи, Москвой, Петербургом. Мог бы. Но пока туристы к нам не очень-то спешат. Почему? И реально ли сделать Омск туристическим центром, учитывая инфраструктуру, географическое положение, наконец, стереотипы о городе, который все пытаются покинуть? Поговорим с заместителем министра культуры Омской области Анной Статвой. На телеканале РБК «Омск. Интервью» в студии Мария Васькова. Здравствуйте. Анна, здравствуйте. Добрый день. Недавно появилась информация, что Омск вошел в двадцатку городов с самым дешевым осенним туризмом. Сразу возникает вопрос. Сколько вообще туристов Омская область посещает? И пользуется ли наш город именно популярностью среди путешественников? Я вам не могу сказать, сколько именно людей с туристической целью посещают. Но я могу сказать, сколько людей у нас за год останавливается в гостиницах. Это порядка 360 тысяч человек. Почему я не могу вам сказать точное число туристов? Просто потому, что нет методики учета людей, которые приезжают с этими целями. Также мы опираемся на данные миграционных служб, которые нам говорят о том, каково количество иностранных граждан, посещающих наш Омск. Но в год это порядка 30 тысяч человек. Из них 25 где-то процентов это жители стран дальнего зарубежья. Потому что больше, конечно, в силу нашего приграничного положения нас посещают граждане Республики Казахстан. Еще интересно, если говорить о Москве и Санкт-Петербурге, то туристы едут туда в основном отдохнуть культурно. Посмотреть достопримечательности, погулять по музеям и театрам. Если говорить про Сочи и Крым, как самые популярные направления в России, то туда едут за пляжным отдыхом. В таком случае, чем может туристов заинтересовать Омск и какие интересные места у нас существуют? Ну, конечно, мы, говоря о туризме в Омской области, прежде всего упоминаем наш город, который, я считаю, необходимо позиционировать как культурную столицу Сибири. В силу объективных на то предпосылок. Это количество театров, музеев, количество событийных мероприятий, такого международного уровня, который у нас проходит. Я думаю, что вы знаете, на прошлой неделе у нас состоялся фестиваль кукольных театров. Он собрал представителей из 14 стран мира. Причем это достаточно далекие от нас страны, такие, например, как Япония, Бразилия и так далее. То есть действительно по количеству таких событий, значимых не только в масштабах нашей страны, но и в мировых масштабах, Омск может по праву считаться культурной столицей Сибири. Ну и, конечно же, Омск славится своей историей. Потому что если мы будем сравнивать Омск с соседним Новосибирском, у нас трехсотлетняя история, а у Новосибирска история столетняя, то в этом плане мы несказанно богаче, так скажем. Но не будем забывать о том, что Омская область – это не только сам Омск, это еще и очень богатая природа Омской области. И здесь, конечно, необходимо развивать такое направление, как экологический туризм, в силу того, что мы находимся в разных природных зонах. На севере у нас тайга, в центральной части лесостепь, на юге степь. И, соответственно, есть природные предпосылки для развития вот этого направления. Но вот в частности один из проектов, который мы планируем продвигать – это сплавы и экспедиции по Тихим Сибирским рекам. То есть наши реки очень интересны, очень живописные. Принять участие в такого рода сплавах может человек без какой бы то ни было предварительной подготовки, физической, технической и так далее. При этом получить колоссальное удовольствие от пребывания на природе, действительно в нетронутых ландшафтах. Поэтому это может стать тоже одной из наших визитных карточек в нашей Омской области. Говоря об интересных местах в Омской области, у нас есть небольшой материал. Давайте его посмотрим. Куда в Омской области поехать и на что посмотреть? Одно из самых популярных мест для туристов – пять озер в Мурымцевском районе. Данилова, Ленева, Щучья и Шайтан-Кашой. По легенде, искупавшиеся в них, если, конечно, найдут пятое, потаенное, обретут вечную молодость. Недалеко от них есть еще одно знаменитое на всю страну место – деревня Окунево. Туда съезжаются представители самых разных концессий, причем не только из России, но и из экзотических стран. Еще один центр притяжения уже на юго-западе региона – крупное соленое озеро Эбейты. Туристов оно привлекает необычными космическими ландшафтами и лечебными грязями. В Большеречье ждут тех, кто хочет познакомиться с традициями и бытом наших предков. Там есть уникальный музей под открытым небом – Сталина Сибирская. Кроме того, в этом же районе расположен и единственный в России сельский зоопарк. Несмотря на суровый сибирский климат, в нем обитают более 200 видов животных. А любителям острых ощущений предлагают пройти знаменитый путь Каторжану. Он шел через всю Россию, но до наших дней в первозданном виде дожили только 18 верст под селом Большие Луки в 300 километрах от Омска. Для полноты ощущений туристам выдают портянки, холщовые рубахи с бубновым тузом на спине и 5-килограммовые кандалы. Впрочем, пройти по кандальному пути больше, чем 2 километра, мало кому удается. Недавно в Омске открылся Международный туристский центр. Расскажите, чем он будет заниматься и поможет ли реально развитию туризма в городе? Да, действительно, 27 сентября, во Всемирный день туризма, в Омске состоялось открытие туристского информационного центра. Я думаю, что все путешествующие, бывавшие когда-то за рубежом в других городах России, обращались в подобные центры за получением информации, туристских карт и так далее. Вот теперь, наконец-то, этот центр есть и в нашем городе. Почему я говорю, наконец-то? Потому что до недавнего времени уже в 74 субъектах Российской Федерации такие центры существовали, вот теперь есть и у нас. А почему у нас так поздно об этом задумывались? Ну, вот так сложилось. Видимо, наш регион был просто морально еще не готов к развитию данного проекта. Но сейчас, я думаю, что мы будем не просто развивать этот центр, мы будем создавать туристские информационные пункты в других точках города и в каких-то значимых районах Омской области. Ну, вот самыми передовыми у нас являются в плане туризма это Муромцевский район, Большереченский, Тарский и Тюкалинский. Вот это самая ближайшая перспектива. Ну, а пока все жители и гости города и региона могут обратиться в центр. Находится он в центральной части города, улица Музейная 3. Недалеко от Музея Просвещения. В здании Музея Просвещения, да. Сейчас, конечно, на улице Музейной ведется большая реконструкция, но когда эта улица будет открыта, она будет очень красивая. Вы знаете, что на этой улице будет расположен музей «Эрмитаж Сибирь». И, конечно же, эта улица имеет выгодное такое географическое положение, находясь рядом с Любинским проспектом, находясь рядом с Омской крепостью, которая, вы знаете, не так давно сдана в эксплуатацию, сейчас в нее будет, так скажем, вдыхаться жизнь, насыщение будет этой крепости происходить. То есть положение у этого центра очень выгодное, доступное, и уже сейчас все могут обратиться туда за бесплатными консультационными услугами в области туризма, за получением бесплатной туристской карты города и за информацией о тех достопримечательностях, которые у нас есть. То есть просто человек приходит, ему рассказывают о достопримечательностях, а могут составить, допустим, по просьбе потенциального туриста какой-то маршрут, по которому он может двигаться? Конечно, вам могут дать ряд рекомендаций, исходя из ваших запросов, исходя из вашего возраста, потому что есть, конечно, различные маршруты, какие-то ориентированы на детей, какие-то, наоборот, на пожилых людей и так далее. И специалисты этого центра обязательно вас проконсультируют и порекомендуют то, что именно вам подходит. Если обращается человек из-за рубежа, проведут консультацию на английском языке, и он не будет чувствовать себя обделенным. А с точки зрения наличия кадров, профессиональных инструкторов, экскурсоводов, которые смогут проводить экскурсии по городу, есть ли у нас такие люди и достаточно ли подобных специалистов в городе? Вы знаете, вопрос очень актуальный, поскольку действительно проблема есть. Дело в том, что старое, так скажем, поколение экскурсоводов, которые обучались еще в советское время и проводили экскурсии тогда, когда они были очень сильно востребованы, оно уже, к сожалению, уходит. А нового поколения, воспитанного, в таком духе, пока еще нет. Но сейчас эта проблема решается. Уже есть курсы экскурсоводов, они проводятся в нашем педагогическом университете. И, вы знаете, ребята охотно идут, но пока еще в основном на них ходят студенты, которые активно продвигают такие современные способы проведения экскурсий. Но мы призываем людей всех возрастов посещать эти курсы, потому что очень интересно порой посетить экскурсию с экскурсоводом, который прожил в Омске всю свою долгую жизнь и может вспомнить, каким город был раньше, какие изменения в нем произошли, поделиться своими какими-то впечатлениями, может быть, детскими даже впечатлениями. Это всегда вносит определенную изюминку в экскурсию. Но еще раз повторюсь, методы проведения экскурсий сейчас, конечно же, новые. Их необходимо осваивать, необходимо их внедрять, чтобы у людей был живой интерес к экскурсии. Потому что многие при слове «экскурсия» считают, что это что-то такое скучное, очень заунывная какая-то лекция полуторачасовая и так далее. Хочу сказать, что это совершенно не так. Экскурсия – это интереснейший процесс познания нашей окружающей действительности при активном участии не только экскурсовода, но и экскурсанта. Понятное дело, что на курсы люди приходят, но в профессии в итоге остаются единицы. Нужно заинтересовать человека, в том числе и материально. В этом случае у нас какая-то поддержка планируется как раз представителям таких вот профессий, нужных для развития туризма? Вы знаете, какой-то программы поддержки экскурсоводов нет, но я вас уверяю, любая туристская компания с радостью возьмет к себе на работу квалифицированного экскурсовода. Самым главным показателем качества его работы является возврат клиентов, когда клиент, посетив одну экскурсию, хочет посетить ее вновь и попасть именно к этому экскурсоводу. Поэтому эта профессия востребованная, и эта профессия хорошо оплачиваемая при должном уровне профессионализма. Опять же, материальная составляющая. Чтобы развивать туризм, нужны деньги, учитывая наш, мягко говоря, небогатый городской бюджет, непонятно, где взять дополнительные средства. В федеральных программах, насколько я понимаю, по развитию туризма мы пока не участвовали. Вот как эту проблему собираетесь решать, и за чей счет все-таки в Омске будет развиваться туризм? Ну, я хочу сказать, конечно, что туризм – это прежде всего отрасль экономики. И это та отрасль, вложив в которую определенную сумму, мы получаем пусть не моментальный, но определенный финансовый эффект. И это отрасль, которая действительно требует особого внимания. Сейчас у нас в стране действует федеральная целевая программа по развитию туризма, но она действует с 2014 по 2018 год. Мы, к сожалению, в свое время в нее не вошли. Она в 2018 году уже заканчивается, там прием заявок уже не ведется на участие в ней. Но с 2019 года планируется новое направление этой программы, опять же, по поддержке туризма. Поэтому мы, конечно, приложим все усилия со своей стороны для того, чтобы принять в ней участие. Но в настоящее время я хочу сказать, что предпринимаются определенные меры поддержки со стороны наших органов власти, вышестоящих. Потому что все уже понимают, что туризм – это очень важная и нужная отрасль, в том числе с точки зрения формирования имиджа региона, который, опять же, влияет на его инвестиционную привлекательность. Поэтому определенное понимание здесь у нас есть. Ну и не будем забывать о том, что туризм – это прежде всего бизнес. И как только появляется спрос на те или иные туристские услуги, бизнес оперативно реагирует и предлагает эти услуги, собственно, удовлетворить. Поэтому как только появляется запрос на экскурсионные услуги, различные туры, однодневные, многодневные, то сразу появляется предложение. Вот сейчас как раз мы заняты формированием этого спроса, с одной стороны, а с другой стороны – формированием предложений. Ну, в частности, разработкой, апробацией и внедрением различных туристских маршрутов по Омской области. Вот, кстати, спрос у нас сейчас соответствует предложению? Вы знаете, сейчас пока еще предложение больше, чем спрос. То есть оно превышает. Но за счет вот такой просветительской работы, в том числе работы Туристского информационного центра, за счет работы СМИ, которые очень отзывчиво относятся вот к этой теме и действительно делают очень большой вклад в развитие туризма тем, что популяризирует постоянно те или иные направления, мы, конечно, этот спрос формируем. То есть показателем является то, что все больше и больше людей отправляются на экскурсии, в туры выходного дня по Омской области, вообще проявляют интерес к своему родному краю и начинают его рассматривать как место отдыха. Сразу хочу сказать, что отдых в Омской области, безусловно, он не исключает отдыха в других регионах России, за рубежом. Не нужно пытаться поставить знак равенства между Омской областью, и Краснодарским краем, и Турцией, предположим. Это совершенно разные направления отдыха. Естественно, у нас объективно в силу географических особенностей нет каких-то возможностей для развития отдельных видов туризма. Например, пляжный туризм, горнолыжный. У нас их не может быть, потому что у нас нет гор, нет моря. Но у нас возможно развитие других видов туризма, культурно-познавательного, этнографического, в силу нашей многонациональности региона. И вот как раз те направления, реализация которых возможна у нас, мы планируем поддерживать. Вы затронули тему формирования имиджа региона, но ведь многие говорят, что турист никогда не поедет в город, у которого нет своего лица. У нас же сейчас такая складывается ситуация, что определенного бренда у города Омска и Омской области до сих пор нет. Пробовали, привлекали экспертов, вкладывали деньги, но дальше бренда Лапы ничего у нас не дошло. Как вы считаете, почему у нас все попытки формирования положительного образа региона провалились? И что бы могло стать вот такой отправной точкой в данном вопросе? С чем может у нас все-таки ассоциироваться Омск? Спасибо за вопрос. Он действительно такой наболевший. Но сначала отвечу, почему вот та бренда Лапа, над которой работали на самом деле квалифицированные специалисты? Потому что вообще формирование бренда – это работа действительно специалистов. То есть многие, те, кто не понимают, в чем заключается суть бренда, призывают, давайте проведем какой-то общественный конкурс и так далее. То есть это, как правило, те люди, которые считают, что бренд – это логотип. Хотя это далеко не так. Бренд – это, прежде всего, идея. И для того, чтобы бренд работал, носителями этой идеи должны быть не только и не столько разработчики ее, сколько сами жители региона и города. И к вопросу о том, почему вот тот бренд, который был на самом деле очень грамотно разработан, не сработал, здесь две причины. Во-первых, он был создан, оторван от жителей региона, да, и они, как я уже сказала, не являются его носителями. И вторая причина заключается в том, что мало разработать, создать бренд. В дальнейшем необходимо им управлять. То есть нужен менеджер этого бренда, который будет его продвигать, развивать и так далее. И пока этот бренд существует только на бумаге, но, безусловно, определенное лицо, да, городу и региону нужно для цельности его восприятия. И это тот вопрос, которым мы планируем заниматься в самое ближайшее время, в 2018 году мы к нему вернемся. Но в этот раз мы постараемся не повторить тех ошибок, которые были совершены. И к разработке бренда будут привлекаться не только специалисты по брендированию территории, но и жители региона, общественные деятели и так далее. Все-таки образ Омска может быть связан с какими-то культурными объектами, например, имя того же Федора Михайловича Достоевского. Многие эксперты говорят, что лучше Омск с ним не связывать. Ну что у самого Достоевского в Омске воспоминания не самые радужные. Они связаны с каторгой, но в то же время с пробуждением, так называемый, литературного дара. Или все-таки ориентироваться на наш экономический, промышленный потенциал. В каком направлении лучше нам двигаться? Ну, я выскажу сейчас свое субъективное мнение. Я считаю, что Омск нельзя приравнивать к какому-либо имени, хотя каким бы оно великим ни было. И тем более, что все знают, что Петербург все-таки это город Достоевского. Есть попытки привязать Омск к имени Александра Васильевича Колчака, но это тоже очень неоднозначно с одной стороны. С другой стороны, все-таки Омск нечто большее, чем имена этих великих людей. И я, как уже говорила, считаю, что Омск – это прежде всего культурная столица Сибири. Это, повторюсь, мое субъективное мнение. Давайте вернемся к развитию туризма, к таким основным проблемам. Первая проблема, на мой взгляд, это все-таки инфраструктура дороги. Если говорить, например, о том же Муженцевском районе, которое часто приводится в пример, как одно из самых перспективных направлений в развитии туризма, там с дорогами, как мы знаем, большие проблемы. Конечно, ремонтные работы ведутся, но один участок делают, другой тут же разрушается. Вот как вы считаете, как данную проблему решить? И что в данном направлении планируется реализовать в Министерстве культуры? Конечно, проблемы с инфраструктурой есть. Они достаточно большие. Заключаются они не только в необходимости строительства дорог, они заключаются в необходимости создания новых гостиниц, мест размещения, туристских стоянок и так далее. То есть инфраструктура – это очень широкое понятие. Ну, понятно, о гостиницах мы с вами еще поговорим. Да, но что касается дорог, конечно, по мере возможностей дороги ремонтируются. Например, в следующем году в плане ремонта стоит дорога Омск-Сидельниково. Вот, кстати, не так давно посещала этот район. Очень интересный, очень тоже перспективный, я считаю, для развития определенных направлений туризма. Вот эта проблема будет уже решена на данном отрезке. Но дороги – это проблема, наверное, в масштабах региона и в масштабах всей России. Она, наверное, никогда окончательно не разрешится. Почему? Потому что я как человек с географическим образованием хочу сказать, что у нас достаточно разветвленная сеть населенных пунктов. И сделать качественную дорогу каждому населенному пункту – но это просто невозможно в силу ограниченности ресурсов, ну, в частности, материальных ресурсов. Тем не менее, будет уделяться внимание самым, вот как я уже сказала, перспективным направлениям. Ну вот тот же Тюкалинск, да, очень интересный город. Там 29 памятников архитектуры 19-го, начала 20-го века. Пожалуйста, дорога прекрасная. За полтора-два часа можно доехать до этого города. То же самое и Тара. Да, удаленность до 300 километров, но вполне приличная дорога. Что касается дорог куда-то в таежной территории, да, ну, здесь, я думаю, что не стоит на них рассчитывать с одной стороны, а с другой стороны, когда мы отправляемся в какую-то глухую тайгу, там, на сплав или в экспедицию, мы чего ждем от этого путешествия? Мы ждем, прежде всего, приключений. И сама дорога здесь уже превращается в приключения. Я всегда привожу в пример небезызвестный всем Камчатский край, где дорог вообще нет в ряде мест, да. И тем не менее, огромный поток туристов, причем не только и не столько россиян, сколько зарубежных туристов, туда устремляется. Никого это не останавливает. То есть все забывают о дорогах, лишь бы погрузиться вот в эту потрясающую атмосферу, увидеть вот эти вулканы, эти реки и так далее. Ну, хорошо. Если поговорить о авиасообщении, о железнодорожном сообщении города, у нас снова возобновились разговоры о строительстве аэропорта Омск-Федоровка, но когда его построят, и построят ли вообще, пока неизвестно. Сейчас же у нас билеты до Омска, если, допустим, добираться из зарубежных стран, во многом с пересадками получается, и дороже, чем другие регионы. Как-то эту проблему будете решать? Однозначно будем решать. Дело в том, что у нас очень ограниченное количество рейсов, да, вы знаете, в Омском аэропорту. И это тоже является определенным тормозом в развитии туризма. Но приведу пример. Соседний наш регион, Новосибирскую область, недавно я была там в командировке как раз по вопросам туризма. И вы знаете, что меня поразило? Я вообще неоднократно была в Новосибирске, но вот за последний год произошел стремительный у них рост туристов из Китая. Их видно просто невооруженным глазом. И когда я у коллег спросила, почему такое количество у вас вот таких туристов, они говорят, ну, у нас есть прямой рейс Пекин-Новосибирск. И, собственно говоря, этим рейсом все туристы к нам приезжают. У нас же опять нет такого рейса. Встречаем. Так вот я и говорю к этому вопросу, что это огромная проблема. И привлекать туристов, если мы говорим о зарубежных туристах, у нас самые перспективные для посещения – это туристы все-таки из Китая и туристы из Германии. Ну, в силу там ряда исторических еще, да, особенностей. У нас нет прямых направлений ни туда, ни туда в настоящее время. Но эту проблему реально решить? Эту проблему решить реально. Причем заключается вопрос не только и не столько в строительстве нового аэропорта. То есть наш современный аэропорт вполне способен принимать эти рейсы. Ну и про гостиницы давайте также поговорим. Насколько я понимаю, посмотрела информацию по интернету, у нас нет ни одной пятизвездочной, даже четырехзвездочной гостиницы. Многие, ну ладно, звезд нет, но проблема опять же сервиса. Многие говорят, что сервис у нас очень низкий в Омске. Как эту проблему можно решить? Ну, во-первых, у нас сейчас активно развивается гостиничная сеть. То есть количество гостиниц растет. Но количество растет, а качество? Растет конкуренция между гостиницами. А рост конкуренции, он к чему приводит? К росту качества услуг. Потому что чем вы можете конкурировать, если вы по уровню, так скажем, жизни в гостинице одинаковы? Вы можете взять клиентов именно уровнем своего сервиса. Поэтому я думаю, что это как раз тот классический пример, когда количество должно перейти в качество. И вот рост числа гостиниц обязательно перейдет в улучшение качества обслуживания. Но хочу сказать, что, конечно, этот процесс может быть достаточно долгим. Мы в настоящее время налаживаем отношения с гостиницами и планируем проведение серии семинаров, обучающих мероприятий, которые будут направлены на ту самую клиентоориентированность, которая чрезвычайно важна. И вот буквально недавно у нас состоялась такая очень продуктивная встреча между представителями гостиничного и туристского бизнеса, на которой мы говорили о том, что улучшать качество обслуживания в гостиницах можно в том числе за счет предложения клиентам каких-то туристских услуг. Потому что люди зачастую, приезжая с деловыми целями, тем не менее имеют потребность в посещении каких-то достопримечательностей, культурных объектов и так далее. И вот здесь гостиничный бизнес и туристский бизнес, можно сказать, нашли друг друга, потому что у одних есть клиенты, у других есть предложения для этих клиентов. Это тоже сказывается на качестве обслуживания положительным образом и на формировании имиджа Омска в глазах приезжих. Анна, спасибо большое. К сожалению, у нас с вами время заканчивается. А я напоминаю это интервью на телеканале РБК Омск в студии Мария Васькова. Смотрите нас также на сайте itv55.ru, а также в соцсетях. А я с вами прощаюсь. Еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»